Здравствуйте, дорогие друзья, посетители нашего сайта Садовый мир. У нас очень часто просят продолжение тех видеороликов, которые мы уже делали. И вот весной я рассказывала о том, как нужно выбирать георгины, как нужно их подготавливать к посадке, подращивать. И вот спрашивают, а как сейчас чувствуют себя ваши георгины, как они выглядят. Вот посмотрите, пожалуйста, вот так вот выглядят сейчас эти подручные георгины. У нас середина мая, я их начала подращивать рановато немножечко, ну специально для того, чтобы показать вам в видеороликах весь процесс, да. И вот они у меня сейчас в такой стадии. Посмотрите, какие они разные. Все это зависит от силы роста, куста, от особенностей растения. Вот здесь была всего одна почка. Видите, какой мощный вышел ствол. И здесь вот теперь, на этом этапе требуется уже формировка вот этого вот растения. Если позволить ему расти так, то вот здесь будет формироваться бутон. И вот этот один бутон, он задержит рост остальных бутончиков, которые могут появиться у этого растения в дальнейшем. То есть цветение будет у нас неполноценным. Что предлагают специалисты в этом случае делать? Вот над четвертым, шестым листом, у георгинов они парами располагаются эти листья. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, ну вот и шестой вот уже, да. То есть над четвертым, шестым, в зависимости от силы этого роста растения, нужно прищипнуть макушку. Я всегда сторонница того, чтобы не прищипывать, то есть не руками это делать, а взять какой-то острый инструмент. В данном случае у меня вот маникюрные ножнички, и мы берем вот так вот и отрезаем эту верхушку. Вот. Что получится в результате? В результате у нас будут расти боковые побеги, из каждой пазухи листьев они появятся, вот уже зачаточки тут видно, в нижней части особенно, но вот опять же специалисты, которые давно выращивают георгины, они предлагают вот первых двух листьев вот эти вот боковые побеги удалять, чтобы куст не рос очень большим и опять же быстрее состоялось цветение. То есть понятно, да, чем больше растение гонит этих побегов, тем дольше у нас оттягивается цветение. И вот такую процедуру, по сути дела, нужно проделать с каждым таким растением. Вот еще один тоже длинненький, еще тоже с одной почкой. И опять же мы его вот так вот прищипываем, вот я показываю, вот у меня какие ножнички острые, и прищипываем или вот отрезаем вот эту вот макушечку. Вот. Я хочу показать, еще обратить внимание на тот момент, что вот клубеньки-то у меня небольшие, потому что я их делила. То есть вот очень многие садоводы задают вопрос, подращивать в какой емкости. Иногда для того, чтобы поместить этот клубень в какую-то емкость, нужно буквально ведро брать, настолько он за лето разрастается, да. Дорогие друзья, нужно всегда делить свои клубни. Это и облегчает вам вот этап подращивания, это раз. А во-вторых, все растение находится у вас в одной лунке и получает питание из одной лунки. И все эти стебли конкурируют друг с другом за элементы питания. Кроме того, еще они сами себя затеняют. Поэтому не думайте, что у вас будет более обильный цветущий куст, если вы вот не разделите его. То есть обязательно делите. И вот смотрите, какая, собственно, небольшая емкость понадобилась для выращивания этого растения. Еще что я хочу показать, вот если камеры здесь приблизить, я уж не буду внимать. Не обязательно совершенно в какие-то емкости вообще сажать в горшочки или в пластиковые вот эти бутылки. Здесь вот как продавались эти клубни, вот в таких пакетиках, так я их и оставила, только поставила вот в какой-то поддон. Это у меня недостроенный мой дом. И здесь вот у меня такая получилась небольшая оранжерейка, можно сказать. Вот о чем я говорила. Я буду подрезать все макушки. Все макушки. У меня будет ветвиться мой георгинчик. И таким образом я надеюсь, что я добьюсь более скорого цветения. Но вот о подращивании вы не забывайте, пожалуйста. Сейчас вот тоже клубни георгинов продаются и на рынках, и в магазине. И у них только-только зачаточки вот этой вот почки, зачаток растка. Если вы их посадите, они тоже у вас вырастут. Но вот цветение-то будет только в конце августа, в сентябре, понимаете. Вот и жалуются потом, что георгины цветут очень поздно. А вот если так вы их будете подращивать, то уже в конце июня можно ожидать цветения. И они такую силу имеют, такой потенциал. У них же огромное количество бутонов к осени созревает, да, но не успевает раскрыться. А так вот с июня до осени они нас смогут радовать вот этим цветением. То есть пользуйтесь, пожалуйста, вот такими приемами, и у вас тоже будут более ранние георгины.